Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим последнее склонение существительных в церковнославянском языке. Это четвёртое склонение. Четвёртое склонение существительных образовалось из двух типов склонений, которые существовали в старославянском или позднем праславянском языке. Это склонение на согласный, основа которого заканчивалась, на согласный звук. и склонение на у долгое если основа заканчивалась на согласный звук это значит что в именительном падеже слова должны были быть короче потому что конечной согласной основы выпадал и в силу закона открытого слога поэтому слова сокращались а в косвенных падежах где после основы шло еще какое-то окончание со своим гласным звуком этот гласный звук держал вот этот самый конечный согласный и не давал ему выпадать и поэтому например какое-нибудь слово и именно праславянское в именительном падеже естественно не могло заканчиваться на 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 должно было исчезнуть но на память предыдущему этому и она оставила открытую небную занавеску потому что на звук носовой при этом звук идет воздушная струя идет в нос и я уже перестала быть обыкновенным и она стала и носовым которые графически отобразилась в юз который после совпал с тем что обозначаемым буквой я буквы я кстати говоря из буквы юз так сама и произошла и в итоге мы имеем форму именительного падежа имя а вот уже в родительном падеже где было окончание и которое пошло после этой основы имен имени все и мне не три открытых слога все сохранилось на никуда не ушло и поэтому во всех коз ну скажем осторожно в косвенных падежах там не обязательно во всех эти слова выглядят длиннее чем в именительном падеже поскольку те слова которые заканчивались на гласный образовывали самостоятельные типы там на о краткая на а долгая на и краткая на у краткая на у долгое они вот так вот разнообразились гласный а вот все слова на согласный попали в один тип но это не значит что все эти слова были на один и тот же согласный естественно они были на разные согласны так например основа заканчивающиеся на согласный но помимо уже упоминавшегося слова имя другие такие же слова среднего рода типа бремя типа время типа письмя письмя смысле письменный знак буква а также некоторые слова мужского рода типа день типа пламень вот может быть пламень а может быть пламя вот оно такое мутирующее слово слова основа которых заканчивалась на это мать и и дыщи в родительном падеже это будет мать и аре и дыщи и основа нарастилась потому что вере не то что не нарастилась она просто не осыпалась как в именительном падеже слова с древней основой на с например древо родительный падеж древесе коло родительный падеж колесе вот слова колесо это выравнивание парадигмы по косвенным падежам то есть все длинненькие и именительный теперь тоже будет длинненьким меж тем как изначально был коротеньким колу око о чесе о кесе так не сказать перед е к переходит в чё по первой палатализации от чеси слова слове си небо небесе вот они все показывают свое вот это с в косвенных падежах слова с основой на два целых согласных нт например ну вот упоминавшись уже несколько передач назад слова теля теля это те лент те лент т сразу отпадает потому что у него никаких перспектив абсолютно тоже отпадает но оставляет на память носовую артикуляцию и это уже и носовое которое переходит в юз малый который совпадает постепенно с тем чтобы означается буквой я и тугой имеем слова теля но уже в родительном падеже это будет форма теле а те значит после которого пошел пошел гласный и уже никуда не девается то есть он отходит к последующему слогу но те ленте и на по-прежнему закрытый слог он не может отойти к последующему слогу потому что он нарушит восходящую звучность последующем слоге на более звучный звук чем-то он не может перед ним стать вот и поэтому но по-прежнему исчезает по-прежнему остается оставляет на память открытую небную занавеску этому и и поэтому теля те это из и носового происходящий юз вот он никогда не раскрывается он всегда будет этим юзом что теля что теля те ягня ягня те там жребя жребяте урля урля те отруча вот они все такие слова кстати пользуясь случаем хочу обратить ваше внимание на то что орля и орля это два разных слова орля это орленок маленький орел вот орля это притяжательное прилагательное чья орля орлины в смысле обновиться яко орля юность твоя вот орля орлины это что касается слов на согласный и слова на у долгая из у долгого любила происходить и славянском языке и поэтому слова типа любые церкви в смысле церковь и любовь буквы в смысле буква свекры в смысле свекровь не плоды в смысле не плодовь но не плодовь у нас нет такого существительного и поэтому мы его заменяем словосочетанием бесплодная женщина вот они все из у долгого что же происходило с у долгим в косвенном падеже в родителям например после него ушло окончание и у долгая распадалась на два у кратких из них первое у краткая давала ер а мы с вами помним надеюсь из каких-то передач передать пять назад что ер происходил из у краткого а второе уст и переходила в у не слоговое которое слога никакого не образовывала а из этого у не слогового свою очередь из вот такого ума происходило в и поэтому именительный падеж любые родительные любви потом ер который оказался в слабой позиции он ушел вообще получилось слово любви любви но если он был ударный он там сохранится как ты перейти в о например свекры но свекрови свекрови это тот же самый ер происходящий из у долгого который потом дал под ударением о продлился посмотрим как склоняются существительные среднего рода возьмем коротенькие имя и небо звательный падеж у них такой же как и именительный родительный падеж кого чего имение и небесе основы удлинились дательный кому чему имени но небесе винительный вижу кого что оба слова и имя и небо это слова среднего рода по правилу среднего рода именительный и винительный падежи у них должны быть равны что мы и видим вижу кого что имя небо кем чем именем и небесем и о ком о чем об имени о небесе посмотрим теперь на множественное число опять же перед нами слова среднего рода которые выменительным звательным и винительным падежах множественного числа должны заканчиваться на а или на я что мы видим имена небеса родительный падеж имен небес дательный кому чему именем или именом там может быть колебания и небесем небесем с е широким естественно чтобы не путать с амонимичной формой единственного числа винительный вижу кого что опять это должно быть окончание а и также как такая же форма как в именительном падеже имена небеса творительный падеж кем чем именные небесы и предложный падеж о ком о чем об имене их о небесе их в качестве слов мужского рода возьмем слова день и камень единственное число кто что день камень родительный падеж кого чего дни камень и кому чему дни или дневе и камень и винительный вижу кого что день камень творительный кем чем днем камень и предложенный о ком о чем о дни о камень и множественное число именительный падеж дни и или дни и камень и или камень и я родительный падеж дни или дней и камень и дательный кому-чему днем, в смысле дням, и каменем, в смысле камням. Винительный падеж дни с каморой, опять-таки, чтобы отличать от форм единственного числа, и камени с е широким, чтобы отличать от форм единственного числа. Творительный падеж деньми и каменьми. И предложный падеж днех каменех. В качестве слов женского рода возьмем слово мати, оно покороче, и что-нибудь такое из удолгого, любви, любовь. Именительный мати, любви. Родительный матери, любви. Дательный кому-чему, матери, любви. Винительный вижу кого-что, вижу матерь, вижу любовь. Творительный матерью, любви. И предложный о матери, о любви. Слово любовь неудобно склонять во множественном числе, поэтому во множественном числе мы возьмем другое слово на удолгое. Свекровь. Именительный падеж. Матери, свекрови. Родительный кого-чего. Матерей или матерей. Свекровей. Дательный кому-чему. Матерем и свекровам. Винительный вижу кого-что. Матерей или матери. И свекровей. Или свекрови. Формы винительного падежа, равные именительному матери, свекрови, более древние. Творительный падеж. Матерьми, кем-чем, свекровами. И предложный падеж. О матерях, о свекровах. Вот все, что я хотел сказать о четвертом склонении существительных, а поскольку оно последнее, это все, что я хотел сказать о склонении существительных вобще. За более подробной информацией добро пожаловать в книги, список которых прилагается. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok